Знаете, не могу показать саму фотографию и того, кто ее отправил, но только что, да, мне скинули Максима Галкина в трусах, я не знаю зачем, но я надеюсь, что смогу сегодня удивить вас сильнее, чем эта фотография меня. Боже, зачем? Это платье уродливое, как черт, оно должно быть нелегально. Я, кстати, как человек, который не очень разбирается в платьях, также известный как парень. Могу сказать, что не вижу здесь ничего особо ужасного, прям страшного, чтобы... Оу, меня гномы отвлекли, серьезно, что с ними происходит? Но, кстати, реально крутая штука, что если вот вы всех ублажите, оставьте свои фантазии и просто поднесите фруктовый торт. Так вот, если какие-то гномы будут довольны, они будут постоянно сыпать вам не тот же... Короче, семена вам будут давать, черт, это становится все хуже и хуже. Так что, да, ублажайте своих гномиков, получайте их семена. Мне уже плевать, как это звучит, идем дальше. Я только что купил коты из... ну, короче, вот про питомцев, и все ветеринары никак не прекратят играться с прудом для уточек. Кстати, насчет прудок. Я впервые ее построил, на этом вот стриме был, опять же, они закрыты, и кнопка спонсорства есть под видео. И неужели мои симы теперь тоже будут постоянно выбегать, отвлекаться на этих удок, а? Оу, вамблс, снова. Хотя, знаете, я это уже говорил в одном из недавних видосов по рейту, и сейчас повторю. Да, окей, мне шикарно нравится то, как он играет с этажами, с этими вот платформами, лестницей. Все это очень круто, но немного начинает приедаться. Весь один и тот же лофтовый стиль. Вот эта вот стена, примерно одна и та же мебель, примерно одно и то же расположение. Не поймите меня неправильно, это все, конечно, очень-очень круто, но одно и то же. Поэтому классно, но начинаю уставать. Оу, кто-то ошибся номером, позвонил моему симу. Мне пришлось ответить. Получил сообщение, и 10 тысяч симолеонов, которые были добавлены в бюджет семьи. Сим, который звонил, оказался драгдилером, и теперь мне интересно, что если полиция появится. Не так давно была, опять же, неделя стримов. Еще раз, это не реклама, вы можете не подписываться и не смотреть. Но черт, мы всю неделю играли как раз за такого драгдилера. Очень много разратов, очень много наркотиков, вот это вот все. Очень-очень крутая история. Я оставлю ссылку на плейлист в описании, если вдруг ты захочешь посмотреть. Но да, это оказалось очень интересно. В то время я все равно понял, что моды мне все-таки не нравятся. Потому что те анимации, те некоторые вещи, они все равно не очень ввязались с игрой, понимаешь? Так что, как по мне, игра должна быть относительно чистой, как минимум. О, полностью базовый дом. Верите, что можно построить в базе, не прибегая к модам? Вау, это же офигительно. Особенно внешний вид. Вот эта работа с крышей, мне, как человеку, который не умеет работать с крышами, кажется просто чем-то на грани фантастики. Я создал двух симов, чтобы начать династию, такой легости челлендж. Короче, челлендж, который затронет кучу поколений. И уже с первых минут все пошло неправильно. Ааа, мои глаза, какой уродливый сим. Не лучшее начало, конечно. Но это, видимо, как раз тоже из-за модов, сети привлекать. Это, кажется, Wicked Wims, да? Вот эту штуку мне, я тоже... У нас были моменты, когда просто необъяснимые вещи творились с привлекательностью и непривлекательностью. Просто привлекательная. Это мертвая уже. Ну, ничего. Даже старушечка привлекательная. Там есть предпочтение снимать его по цвету волос, телосложению. Я тогда не знаю, что должно быть Томаса, чтобы вот этот персонаж просто выглядит обычно. Хотя, вообще-то, рыжий он привлекательный. Белая кожа привлекательная. Ну, типа, рыжая, белая волоса очень привлекательная. Хотя, примерно те же самые цвета. Даже по цветам. Посмотри, они очень похожи с точки зрения параметров. Старуха-цыганка привлекательная. А мать его детей единственная во всем списке выглядит обычно. Ваш сим не может снимать одежду в присутствии ребенка. Это просто собака. Да, кстати, это знаете, как курица в Скайриме, которые вас заметили. Что? Эм, окей. Эм, у меня закончились слова. Как на это можно отреагировать вообще? Почему мой сим решил упасть на колени? Как остановить его? Да, кстати, у меня опять же в династии я построил кухню. Хорошую кухню. Там есть большие диваны, там есть барные стулья. Нет, они выходят на балкон, чтобы поесть. Или идут в детскую, где просто садятся на кровать. Что угодно, только не стулья. Видимо, у симов какое-то отторжение к стульям. Может, стоит попробовать их перевернуть? Тогда можно усадить четверых симов. Может быть, это им больше понравится. Я сделал жвачное растение. Но забыл вымя. И что страшного? Зато это офигеть. Я даже не знаю, с чего это. Я построил арт-центр, на который взял вдохновение из архитектуры своего университета. Ну да, оно выглядит вообще-то как университет. Пипец, это ж сколько надо строить. И вообще-то вышло похоже. Но это ж сколько надо строить. Освоил каждый скилл одним симом. Слушайте, не, во-первых, это как-то маловато скиллов. А я освоил каждый. Причем в прямом эфире. Это были открытые стримы. Вот здесь я заставлю первый такой стрим. Заняло 4 стрима. Не просто взрослым персонажем. Прям с младенчества. Все эти передвижения, творческие способности. Каждый вообще навык в игре был освоен. Так что, если тебе интересуют подсказки по какому-нибудь из навыков, почти наверняка я прошел его там. Ну как почти наверняка. Вообще-то наверняка. Я там вообще все прошел. Я выбрал случайное имя. Кто вообще нахрен называет ребенка гупи? Офигенно. Все еще лучше, чем российские. Ну, я не против российских имен. Просто когда ты играешь в Симс, последнее, что ты ожидаешь увидеть, это, не знаю, Катерина Иванова. Я не против Катерины Иванова, Василиса Петрова и все такое. Они же все так называются. Я играю в Симс. Я хочу любые имена, кроме СНГ-шных. Пожалуйста. Я так горжусь тем, что мой мозг додумался до этого. Используйте одну линию из баскетбольной площадки набора Сити Ливен. Вот, про жизнь в городе. Поверните их богом и превратите это в парковочный лот. Блин, это умно. Это реально находчиво. Квартира для девушки-студента. Я так понимаю, это сейчас отзовется в сердцах многих из вас. А, нет, не отзовется. В картинах нет. Интернет работает, если что. Ну ладно. Эти две тоже неплохие. Да? Назовите ламу Куцко. Вы же помните этот мультик? Как он? Что же там про императора? Легендарно. Да, лучшее имя для ламы. Однозначно. Заехал на реновацию, а клиенты мертвы. Но, с другой стороны, они не будут возражать. Ну, если знать, как работает игра, они никогда не будут возражать. Серия об этом. Там портим людям жизни и дома. Они нам за это платят. Стоят хорошие оценки. Говорят спасибо. Руки целуют. Друзьям рассказывают. Да, думаю, это единственный способ держать зонтик. Простите. Сколько гигабайт? Оу. Это довольно много. Но всегда можно грамотно завуалировать. Я, например, вот так обычно делаю. И это срабатывает. Что ж, это неловко. Дед Мороз не любит зимнюю праздничную музыку. Но это крайне логично. Ведь именно с этим периодом связано на единственные несколько дней в году, когда Дед Мороз работает. Конечно, ему эта музыка не нравится. Оф. Черт, что. Вау. Просто потрясающе. Просто. А вот это уже немного крипи. Но его нафиг пойдем дальше. И прям от бага к багу. Помогите. Мой тоддлер не спит в кроватке для тоддлеров. Здесь же подписано, что тоддлеры могут спать только в кроватке для тоддлеров. Что очевидно, кроватка для тоддлеров. Ну вы знаете ответ. Симс. Кто-нибудь знает, как это попиксить? Сим родил и ребенок вне лота. Нельзя ни выбрать, вообще никак передвинуть. Уф. Ну, опять, конечно, скажу Симс. Но уф. Вот это ауф. Когда на всплывающее сообщение, нравится ли Симу фитнес, тыкаешь, да. Она начинает все время безумно заниматься и заканчивает вот так. Damn girl. Уф. Блин, это мне очень сильно не нравится. Да, конечно, предпочтение ввели. Но не я один, ведь кому это постоянно мешает. Что бы ты ни делал постоянно. Уф, твоему Симу нравится готовить, твоему Симу нравится играть в игры, твоему Симу нравится фитнес. А, это стало просто невозможным. Парни не живут в этой квартире. Там только две сестры. У меня опять же в прохождении из-за того дилера, дилер жил напротив, и у него была жена. С женой у нас тоже что-то было, но самое интересное, что дилер всегда по ночам уходил, и в квартире происходили эти самые сердечки. Так что, ух, шо там за жена. Что вы думаете о платных модах? Конкретно этот из 2020-го, это просто для губ. Я понимаю, что креаторы хотят свою долю за свою работу, но это слишком. Ну да, вообще-то 50 долларов в месяц. У меня самая дорогая спонсорка стоит 700 рублей в месяц. То вот, ребята, Настя Андреева, Си, я вас даже знаю, два человека. Потрясающе. Я не знаю, как вы на это пошли. Куда больше людей берет хотя бы ту, что за 250, где у вас ранний доступ и все бонусы вот эти со стримами, эмодзи, вот это все. Обычная спонсорка стоит минимальных 100 рублей, учитывая, что я стримлю по 3 часа, по пару раз в неделю. Иногда бывают недели стримов. Это сколько? Рублей 10 от силы за стрим. 5? 8? Что-то такое. Ну да, конечно, 50 долларов. Фуф. И да, раз уж этот постер затронул, как вы относитесь именно к платным модам и как вы вообще относитесь к спонсорской программе? Потому что спонсоров неожиданно набирается довольно много. Все в восторге от того, что там происходит. И это вроде бы как очень круто. С другой стороны, может кого-то достает, что, допустим, моих разговоров о спонсорстве слишком много. Или как вообще вам? Мой сим нарисовал шедевр, который я никогда не видел раньше, но моментально полюбил. Сколько еще новых картин не открывает симс? Я обхожу этот навык стороной, потому что он довольно имбалансный, дает ей кучу денег, славы при незначительных усилиях. И поэтому, да, все эти картины я не видел. А, видимо, стоит хотя бы разок попробовать. Что за денек на работе? Ух, что за денек. Винсент вернулся домой и заработал 1 доллар. Плохие новости. Винсент уволили с его работы. О, нет, целый доллар в день терять. Хотя я так смеюсь, как будто сам больше получаю. Ну, с Ютьюба у меня идет примерно столько же, по-моему. Ну, окей, может 2 доллара в день. А, нет, вообще, прикиньте, я тут посмотрел, а у меня по 5, иногда даже по 10. Вау. Но это несколько раз было, конечно, это на неделю стримов выпало. Кстати, больше о деньгах на Ютьюбе, а во всем вот этом, если вам интересно вообще изнанка Ютьюба, вон там в подсказке видос вылез. Посмотрите, я показываю, сколько у меня приходит, почему оно приходит, из каких вообще условий складывается, и все-все вот такое. Очень-очень советую. Я даже плейлист под это дело создал о том, как я звук ездить на студию делал. Ездить на студию делал. Что-то не так в этом приложении, я это чувствую. Ездил на студию, какие-то проблемы их. Я построил японскую пекарню. Вау. Я, кстати, вот только сегодня думал о том, что я очень хочу на стриме построить японский дом. Я сегодня увидел просто японский дом на картинке и такой вдохновился. Хочу. Кстати, внезапно я завершил. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!